Всем привет! Часть вторая про китайские зеркала, ну или не китайские, история умалчивает На Solaris 1, который я купил и поставил себе 8 месяцев назад И еду такой буквально 3 дня назад, вечером, и смотрю, что-то у меня моргает при повороте Думаю, может там скоро или еще кто-то, но нет, оказалось, это просто зеркала Точнее повторители, диодные, да, видно вот одно косячит, ну и косячило второе Самый прикол в том, что вы скажете, может быть просто нужно стабилизатор напряжения поставить, но нет, нифига Машина стояла примерно месяцев 6 или даже 7 Катался я с ними буквально 2 недели, так что этот момент отметаем В общем, снял оба зеркала, это просто старое видео по разборке, я думал не выгружать, но короче выгружу Вот, допустим, сняли вы это зеркало, да, видно там провода, то есть ничем не прикрытые И вот такие вот защелочки есть Вот, их можно снять, в принципе, аккуратно руками, если вы туда подлезете Либо каким-то другим инструментом, но проще всего направить струю горячего воздуха из фена Внутрь зеркала, то есть само зеркало греть не надо, направьте внутрь, чтобы прогреть пластик Вот, в процессе прогрева вы услышите характерные такие щелчки Расширение или, не знаю, в общем, изменение свойств Вот, когда прогрели, аккуратно на себя, без фанатизма Тянем зеркало и снимаем Я прогревал своим старым добрым феном Примерно на 110 градусов То есть от 60 до 50, да, 10 делений, ну, примерно 110 градусов Вот, после того, как зеркало снято, можете отключить вот эти два контакта Это нагреватель И, как можете видеть, да, по вот этой белой штучке То она не по всей площади, да, то есть видно вон там справа Ее нет Соответственно, где ее нет, там нет и нормального нагрева Полярность можно не соблюдать на этих двух контактах Будет работать и так, и так Как бы какая разница Под зеркалом можно увидеть механизм Он также тут по периметру, да, ничем, не герметиком, ничем не обмазан Вот, это регулировка положения самого зеркала После того, как вам успешно, надеюсь, удалось снять зеркало Откручивайте три самореза корпусные вот эти Три самореза, которые крепят механизм И три самореза на площадке Которая установлена под механизмом Вот эти штуки черные, они припаяны Их трогать не надо И вообще вот этот черный обод для того, чтобы разобрать зеркало И произвести с ним нужные работы, снимать не надо При снятии площадки, да, к которой крепится механизм Для управления зеркалами Вот, желательно сделать себе фотку, чтобы потом ставить обратно и не запутаться Дальше, когда вы открутили все, что можно было открутить Нам нужно снять вот эту белую пластину Снимается она вон туда, давим плоской отверткой Отстегиваем клипсу и давим Вот, и рукой потом ее тянем на себя Пошатайте после того, как отстегнули клипсу И поймете Она в принципе выйдет легко Но опять же без фанатизма Я разобрал два своих зеркала и собрал их И ни одна клипса у меня Тьфу-тьфу не сломалась Сам повторитель поворота вместе с отражателем Снимается тоже просто На один край мы тянем вверх И потом на себя он в принципе свободно выходит И тут в принципе уже можно увидеть косяк Вот эти два провода, которые заходят в отверстие Само отверстие ничем не залито То есть не герметизировано Вот эти по бокам серебряные такие защелки Это тоже отверстие, которое также никак не герметизировано Прикол в том, что этот отражатель Да, повторитель поворота Называйте как хотите Он в принципе неразборный Я пробовал, но нет, не получилось Отдельно он стоит полторы тысячи рублей Для сравнения Эти зеркала мне обошли в свое время В восемь с половиной тысячи рублей Пошли вы себе нахуй, сволочи В общем и то, какое в чем была проблема Снял эти повторители Запустил внутрь струю горячего воздуха На время И положил на сутки их сушиться на батарею После проделанных манипуляций Они заработали Питаются они от 12 вольт постоянного тока Я подключил к компу для проверки В общем, вывод какой? Если вы купили такие зеркала себе Вам придется их разобрать Во-первых, для покраски Потому что они поставляются в белом цвете Во-вторых, вот эти три отверстия Повторители То есть по бокам вот эти два зажима И вот это отверстие, где идут провода Нужно залить каким-то герметизирующим раствором И поставить обратно Собирается все это просто В обратном порядке Зеркало крепим так же Прогреваем пластик Можно уже прогревать в этом случае Пластик самого зеркала Где эти клипсы находятся крепления И дополнительно можно по периметру Вот этот кружок, где у нас установлен механизм Так же пройтись герметиком Потому что, как видно Здесь ничего не герметизировано Сюда летит вода, снег Ну и в принципе влага Так что желательно это дело тоже все Аккуратно закрыть Вот, а на этом все Всем удачи, всем пока Мои зеркала заработали Если у вас остались какие-то вопросы Ссылка на группу в телегу в описании Счастливо